В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Череда праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы и пятой годовщине провозглашения республики, в Зуевке завершилась визитом делегации из Смоленской области. Гости из Российской Федерации, вокалисты группы СССР, дали для жителей поселка концерт под открытым небом. Душевную встречу гостей зуевчане организовали в сквере «Молодежный». Сюда пообщаться с делегацией Смоленской области пришли местные жители. Пришли, разумеется, не с пустыми руками, а, как и принято в таких случаях, с хлебом с солью. Цель визита самая простая – встретиться с людьми, встретиться с боевыми товарищами, афганцами. Этот год у нас особый – 30 лет окончания афганской войны. По-разному судьбы наши сложились после афганской войны. Но то, что мы как были за речкой, как мы говорили в Афганистане, и то, что сейчас мы за какой-то границей, для нас не имеет никакого значения и роли. Мы как были братьями единой семьи, так и останемся. Мы братья афганцы. «Мы привезли сюда группу СССР, смоленская наша группа, которая проехала с гастрольными по Донецкой Народной Республике, побывала ее в городах, поселках, поздравили людей, которые одна из первых еще в 2014 году приехала на Донбасс сюда, поддержать жителей Донбасса в той страшной ситуации, в той войне, которая была уже начиналась в 2014 году. Вот с таким приветом, с такими добрыми пожеланиями мы приехали и передали привет от наших смолян. Через наше творчество и песни мы пытаемся донести до людей «Мы хотим мира». Так о своей миссии в ДНР говорит лидер группы СССР Александр Жадан. Певец, воин-интернационалист, кавалер двух орденов Красной Звезды и непонаслышке знает, что такое война. Антивоенной теме посвящена большая часть его песен. Одна из них – «Донбасс в огне», которую жители республики обычно слушают стоя. «Ты родная земля, я твой колоздок, я травинка, я сила твоя, опас на коленях, поверь, никогда не стоял, но подло и смело, брат мой, стрелял». Поездки по городам и районам республики для смоленской делегации с 2014 года уже стали доброй традицией. Помимо подготовки концертных программ, смоляне для поддержки жителей ДНР и ЛНР принимают участие в различных благотворительных акциях. «За прошлый год мы восемь раз были здесь, и мы не просто приезжаем, мы бываем и на передовой, мы бываем везде, мы привозим гуманитарку. Мы бойцы, мы воевали, мы знаем цену жизни, и поэтому наша задача самая главная, чтобы как можно быстрее прекратилась война. В прошлом году мы неоднократно принимали участие в акции «Дороги Победы», и мы сюда привезли пол Европы мотоциклистов, которые снимали про сегодняшнюю жизнь. Я хочу вам сказать одну самую, знаете, удивительную вещь. Три немца, граждан Германии, побыл у вас, прибыл в Херсонес, они поменяли религию, они приняли православие. Вот что такое Донбасс». Во время концерта зуевчане не сдерживали своих эмоций. Для небольшого поселка выступление российских артистов стало заметным событием. «Мы очень рады этому событию, зуевчане, и мы, поскольку мы не избалованы такими мероприятиями, а хотим этого, и в продолжение Дня Республики, Дня Победы. Это, я считаю, знаменательное, значительное событие для поселка. Очень рады и хотим, чтобы это стало традицией». Концерт российской группы СССР, посвященный Дню Победы и пятой годовщине правосглашения Республики, продолжался на зуевских просторах больше часа. Первые тонны горячего асфальта несколько дней назад были укатаны в микрорайоне Металургов. 10 мая в Харциске приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Почему починку дорожного покрытия начали не с центральных городских улиц, выясняла Ольга Авилкина. В мае в Харциске будут отремонтированы 990 квадратных метров внутриквартальных дорог, 535 в микрорайоне Металургов и 455 в Юбилейном. Согласно СМИТе, на такой объем работ денег потребуется меньше миллиона, и объявлять в таком случае тендер по закону нет необходимости. Другое дело – городские автодороги. По сравнению с внутриквартальными, асфальта потребуется в 10,5 раз больше. И тут уже без конкурсных процедур никак не обойтись. А пока управление ЖКХ принимает заявки от участников тендера, городская служба единого заказчика, балансодержатель жилья и прилегающих к нему дорог следит за выполнением ремонта подрядчиком – Донецкой дорожно-строительной фирмой ДДС. На выходные произвели работы по Металургов-17, частично захватили Металургов-18, заезд во двор. И уже вчера отфрезеровали Юбилейный 2. Там у нас дорога была в ужасном состоянии, этой зимой и скорая перевернулась. Было решение такое, чтобы выполнить работы. В предыдущие два года внутриквартальные дороги на Черемушках понемногу латались. На этой неделе участков без ям и выбоин станет еще больше. Сегодня бригада фирмы ДДС снимала то, что осталось от асфальта в районе дома номер 5 микрорайона Юбилейный. Транспорт у них есть и фреза, есть масс, есть каток у них, вольво. Довольно то, что должны выполняться работы по внутриквартальным дорогам. У них как бы люди, техника, кажется, хватает. Восстановить бордюр в тех местах, где он давным-давно разрушился, сегодня не представляется возможным, отметил Игорь Гребенюк. По вполне простой причине. Выпуск высокопрочных железобетонных изделий в республике пока не налажен. Так что в ограждении дороги нередко можно заметить прорехи, ликвидация которых отложена до лучших времен. Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, орудовавшей на таможенном посту Донецк-Южный. Члены ОПГ под предводительством начальника таможенного поста вымогали деньги у предпринимателей. Как сообщает пресс-служба МВД ДНР, в ходе расследования полицейские выявили по меньшей мере 20 фактов получения взяток. В преступной деятельности правоохранители изобличили начальника таможенного поста Донецк-Южный и его заместителя. В преступную группу были вовлечены также главный инспектор и другие сотрудники подразделения. Таможенники вымогали у предпринимателей взятки за оформление ввозимых грузов. Как установило следствие, члены ОПГ занимались противозаконной деятельностью с января по март текущего года. Действия группы лиц по предварительному вговору неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за непривлечение к ответственности и неналожение таможенных санкций за нарушение правил таможенного оформления ввозимых грузов и транспортных средств. Правоохранители задокументировали более 20 фактов получения взяток, в том числе от 14 предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. По фактам взяточничества следственным отделом следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрен пунктом А, пунктом Б, части 5 статьи 343 УК ДНР. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с выплатой внушительного штрафа, в 60 раз превышающего сумму взяток. Харцизский горводоканал предупреждает, что на ближайшие два дня нужно запастись водой. Ответы на вопросы, почему ее отключат и, главное, когда будет возобновлена подача воды на город – далее в сюжете. Ежегодно Макеевская фильтровальная станция, от которой получает воду Харцизк, проводит в мае работы по подготовке оборудования и водопроводных сетей к летнему сезону. На подходе очередная профилактика. В связи с этим завтра, 15 мая, с самого утра и, предположительно, до позднего вечера следующего дня, будет прекращена подача воды на Харцизк и поселок Горное. То есть, на два ближайших дня стоит запастись водой. Не исключено, что при подаче воды на такое длинное расстояние возможно завоздушивание системы. Поэтому не исключено, что вода придет чуть позже в Макеевке. Но я надеюсь на то, что мы все-таки в 19.00 подадим воду в город. Воды не будет как в Харцизке, так и в поселке Горном. В Зуевке вода будет присутствовать и подаваться с Ольховского водохранилища. На время остановки водоснабжения Горводоканал запланировал ревизию своего оборудования и проведение плановых ремонтов. Водоканал будет выполнять замену задвижек по улице Советской и на водопроводной насосной станции третьего подъема. В том числе будем менять задвижку. В конце следующей недели также не помешает сделать небольшие запасы питьевой воды. На этот раз отключать воду не будут. Просто некоторое время она будет непригодна для определенных бытовых нужд из-за предстоящей процедуры хлорирования. Хочу напомнить о том, что 24.16.00 по 25.18.00 будет производиться хлорирование водопроводных сетей по городу Харцизка, Зуевке и поселку Горному. Так что к этому дню нужно быть готовым. И в том числе и на хлорирование, и на отключение завтра прошу запастись водой. Продолжение следует. Конечно же к школьникам. Самым умным, самым любознательным, самым сообразительным, самым активным и самым спортивным. Это наше традиционное мероприятие. Мы его проводим уже несколько лет подряд. И это на нем мы как бы подводим итоги года. На этом мероприятии мы чествуем наших лучших детей, наших не отличников, а именно участников конкурсов, олимпиад. Также мы определяем лучший класс, лучшего классного руководителя года. У нас есть такие номинации. Ну и показываем, хвастаемся всем тем, чего мы достигли в этом году. А в этом году мы достигли многого. Сегодня в стенах Центра детского и юношеского творчества именно здесь по традиции прошло школьное мероприятие. Талантливую ученическую молодежь наградили грамотами и дипломами победителей. Отметили тех, кто показал хорошие результаты в учебе или спорте, принимал активное участие в общественной жизни школы. Главная сцена ЦДЮТ едва смогла вместить всех награждаемых. У нас Рычун Анастасия, она стала лучшей по немецкому языку в республике. Она на олимпиаде по немецкому языку в республике заняла первое место. Причем немецкий язык, это второй иностранный язык для нее, а не первый. И еще у нас есть одна девочка, девятиклассница, Шатохина Екатерина, которая по литературе также в республике стала третьей. Кроме этого у нас много детей, которые стали победителями городских олимпиад, заняли призовые места. У нас очень много детей принимают участие в различных конкурсах, онлайн-конкурсах, обычных конкурсах, которые предлагают нам и город, и республика, и занимают призовые места. И вот именно этих детей мы хотим сегодня отметить. Праздник созвездия талантов 2019, на котором отмечают лучших из лучших, волнителен не только для школьников, но и для их учителей. Победе на различных городских, республиканских и даже всероссийских олимпиадах и конкурсах ребята во многом обязаны своим наставникам. Так что отдельный блок награждений был посвящен педагогам. Главное наше достижение – это то, что мы в этом году принимали участие в виртуальной выставке под девизом «Лидеры образовательных инициатив» Донецкой Народной Республики. И мы получили диплом первой степени. Это, конечно, наша гордость. Я благодарна всем, кто принимал участие. Это выставка о работе школы, о работе общеобразовательной организации. Все, что там написано, вот у нас на сайте выставлена эта выставка. Там и учебная работа, и воспитательная работа, и абсолютно все мероприятия, все то, чем мы живем. В 26-й школе намерены сохранить хорошую традицию и собирать такие вот созвездия талантов в конце каждого учебного года. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВ-Сфера. 15 мая международная общественность отмечает День климата. В этот день полагается подумать, а все ли ты сделал для сохранения комфортного климата на планете. При этом ту часть населения Земли, которой климат не нравится, просят не беспокоиться. Кстати, сами климатологи до сих пор не уверены, что потепление климата – безусловное зло. Может так статься, что повышение средней температуры воздуха на планете компенсирует похолодание, связанное с наступлением малоледникового периода. Как бы то ни было, но подобно тому, как за деревьями не видно леса, так и за текущей погодой, очень плохо просматривается глобальное изменение климата. Аномальная жара, сменяющаяся резким похолоданием, заставляет задуматься, что с климатом что-то не так. Об этом будет удобно поразмышлять 15 мая. В нашем регионе ожидается вполне летняя жара. В Краматорске и Снежном – до 27 градусов. В Приморском Мариуполе – до 21. В Харциске днем – малооблачно. Температура воздуха – 25 градусов. Северо-западный ветер – 5-8 метров в секунду. Ночью ветер несколько стихнет. Северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Температура воздуха – 15 градусов, малооблачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин